В свои 85 лет Ани Ильинишни неимоверно стыдно за то, что она вынуждена передвигаться вот так, на четвереньках. Завидев камеру, бабушка начала оправдываться. Мирый человек, бабушка не какая-то пьяница. Бабушка ветеран труда. Бабушка награждена. Она как-то везде в воде. Просто иначе пожилому человеку через этот мост не пройти, особенно в дождь, когда дерево скользкое. И случаи, когда люди падали в воду, бывали часто. Сваливались, но я стараюсь ползочком. Сегодня хлебный день, надо идти. Официально в Лукьянчиково прописано всего два человека. Оба пенсионеры. Чтобы сходить в магазин за продуктами, им нужно идти по этому так называемому мосту. Попасть на почту за пенсией аналогично. И каждый раз они практически рискуют жизнью. А летом в деревне бывает до полусотни жителей. Все они перебираются сюда в дачный сезон. В прошлые годы переправу справляли своими силами. Потому и жалоб, как таковых, не было. А теперь безопасным остался лишь путь в обход. Вот до этой деревни, чтобы в магазин сходить, больше. Больше трех километров? Да, больше трех километров. В этом году вообще невозможно было пройти. Я не одно время кругом ходила. Пенсию там бабушка и танцы носила. Все, это очень далеко. Получается, километра четыре идешь лишнего круга. По бездорожью. Ну, работа такая. Об условиях, в которых приходится работать и жить людям в Ступишино, местные власти отлично знают. И по мере возможности проблемы здесь решаются. И как быть с этой переправы, уже власти решили. Помогли местные депутаты и предприниматели. Металл для будущего пешеходного моста уже закуплен. Со дня на день начнутся сами работы. Департамент строительства ЖК Хай-транспорта Орловской области обещали уже, что до 1 июля мы сделаем. В принципе, не демонтировали старый мост. Хотели со старого моста вот в таком состоянии с него вести работы по монтажу уже нового металлического моста. Кстати, два года назад в Ступишино была актуальна проблема и с другим мостом автомобильным. Его тоже во время паводка смывало. И люди оставались буквально отрезанными от цивилизации. За миллион двести тысяч была построена новая переправа. Так что опыт решения подобных проблем у местных властей есть. Из Орловского района Антон Киселев, Андрей Максимов, Вести Орел.